Итак, сегодня мы в саду, будем делать такую ранневесеннюю обрезку Здесь небольшие вот у нас повреждения имеются Ветка засыхает, основание, то есть когда вот такие вот сухие ветки Надо смотреть по стволу В общем, что будем делать? Вырезать будем чисто на кольцо прореживания и делать переводы То есть вот здесь у нас есть вот эту историю Будем вырезать, переводить на боковую веточку Здесь, соответственно, тоже будем вот эта ветка заболела ее вырезать Возможно, переведем на более боковую веточку Вот здесь вот выделим вот этого нового проводничка И верхнюю часть ослабим очень сильно Вот, чисто просто прореживанием То есть будем создавать вот эту вот основу Как бы здесь она будет немножко такая, не чтобы не убегала вверх А именно, сейчас с другой стороны покажу Вот она вот так вот выглядит То есть в этой части у нас будет основной проводник Здесь у нас будут такие вот скелетные ветки Такая форма треугольника Вот, и немножко вверх разрезим с таким расчетом Чтобы у нас весь урожай формировался вот так вот в нижней зоне Делаем это с листьями Дерево чуть-чуть ослабнет Но, значит, в следующем году оно будет расти чуть медленнее И будет меньше формировать волчков Лучше, конечно, сделать это где-то до 20 августа Но вот корректируем сейчас То есть скоро уже, я думаю, будут первые заморозки И листва посыпятся Так, вот так это выглядит Ну, такой план обрезки с этим деревом Итак, обрезка я завершил Сейчас буду ранки замазывать вот такой вот замазкой Которую можно купить только у Байгуловой Ассоль Это город Екатеринбург Сад Заботы на основе лонолина Вот сейчас это они активно применяют у себя в Екатеринбурге И она себя очень хорошо зарекомендовала в более суровых климатах Вот, поэтому она бывает в двух окрасах Такая темная и светлая Вот я сейчас буду пробовать замазывать ранки Вот у меня деревце, я его подрезал Сейчас большие крупные срезы Обязательно буду замазывать Именно лонолиновой замазкой Ну, на основе лонолина Вот, поэтому вперед, поехали Так, вот таким вот образом она выглядит при нанесении на спил То с тонким слоем намазываем Здесь задача предохранить выветривание комбиального слоя Вот, древесина по-любому будет гнить Но если мы сохраним комбиальный слой Он будет более активнее заращивать эту ранку Итак, обрезка завершена То есть выделил основного проводника Верхнюю часть ослабил Здесь у меня зона плодношения Здесь будут плодики Хорошо загрузилось в этом году кольчатками Вот, крона стала чуть-чуть Вернее, вот там вот вырезал крупную ветку Ослабляем верхнюю часть Чтобы перераспределить питание вот в нижнюю часть Сделал чистую только вырезку крупных ветвей Небольшую сделал поджимку То есть сюда вот ветка свисала Я ее перевел на вертикально растущую Потому что нижние ветки должны смотреть вверх Вот, а верхняя часть Немножко наклоняться в стороны В бока Вот, убрал здесь вот больные ветви Пораженные черным раком Раны заделал Замазка на основе ланалина Это сад заботы Асоль байгугла Ищите в интернете Найдете мне, можно заказать Хорошая замазка Вот, и в общем-то все Убрал тоже здесь вот одного конкурента вырезал То есть крону сильно не оголяем в зиму Потому что нам нужно, чтобы здесь вот был такой рассеянный свет Чтобы не сильно нагревались основания ветвей Основных, чтобы не было дальнейшего морозобоин Солнечных ожогов и так далее В общем, все на этом вот Дерево подрезано Вот, задача такая, чтобы здесь вот на уровне выгнутой руки были плоды Ну, а вершина дерева генетической красоты очень большая Вот, если снести вот так макушки То здесь пойдут волчки Я оставляю вот эти проводники Мы тем самым как бы То есть они у нас растут Дерево имеет такую определенную высоту А весь урожай мы снимаем вот в этой части То есть вот эта вот поздне-осенняя обрезка На этом достаточно То есть осталась листовая поверхность, которая еще пока будет работать В оставшуюся древесину будет накапливать питание После того, как пройдут небольшие заморозки Из однолетних приростов Вот таких вот через две недельки Да, у нас питание пойдет все в многолетнюю древесинку Ну и в общем дерево будет готовиться к зимовке Вот такой небольшой Ну процентов, наверное, 15-20 я убрал ветвей Дерево преобразилось